Тем же вечером девочка получает яркую коробку. Ребенок уже не сомневается, подарок внутри. Там же записка «Хозяйки сетанки, приказ выполнен, папка». У Иосифа Сталина с дочерью была странная игра. Он разыгрывал подчиненного, а она – начальницу. Все желания Светы выполнялись немедленно. Светлана вот любит папа, а это определяло всё. Любовь и не любовь Сталина определяло всё. В те годы Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуйвой и детьми живёт на подмосковной даче. Он обожает свою дочь Свету и ласково называет её «маленьким воробушком». В политбюро о девочке говорят не иначе, как о кремлёвской принцессе, которой дозволено едва ли не всё. Она даже мне рассказывала. Я, говорит, полезла на второй этаж. До того времени я никогда туда не ходила, к папе в кабинет. И вдруг отец сзади подкрался и по голове меня погладил. Говорит, Светанка, что ты тут делаешь? Папа, говорит, сколько у тебя книг? Ты все эти книги читал? Он говорит, да, я читал. А это что за книга? Говорит, самая толстая книга была. Это, говорит, Библия. Папа, что такое Библия? Это, говорит, Божья книга. Папа, ты же сказал, что Бога нет. Он погладил, говорит, меня по голове и сказал, есть Бог, Светанка, есть. Когда вечно занятых родителей нет дома, со Светой занимается заботливая няня Александра Бычкова. Сталин специально привёз её из деревни для воспитания дочери. Сестрёнку также опекают старшие братья Яков и Василий. Жизнь девочки кажется безоблачной. Есть фотографии, где она у него сидит на коленях. Кстати, я тоже у него сидел на коленях. Так что меня он тоже любил. Он к ней хорошо относился, баловал её. Иосиф Сталин выделяет Светлану среди остальных детей. И она не разочаровывает папу. В шесть лет девочка свободно читает и пишет не только на русском, но и на немецком языке. Обожание отца перерастает во всенародное поклонение. В СССР зарождается ещё один своего рода культ. Культ дочери Сталина. Тем временем в СССР разворачивается коллективизация. Сотни тысяч жителей страны оказываются на грани гибели. И это только начало. Шестилетняя Света ещё слишком мала, чтобы оценить происходящее. Зато её мать, Надежда Аллилуева, всё понимает. Она ездила на юг по Курской дороге через Украину. Там по дороге стояли толпы голодных людей на полустанках и протягивали руки к поезду, чтобы им кинули чего-нибудь. Им кидали остатки бутербродов, хлеба. Там был голод. По возвращении в Москву Надежда Аллилуева узнаёт. Арестованы восемь её однокурсниц. Жена вождя пытается вступиться за подруг, но бесполезно. А 8 ноября 1932 года Аллилуеву с простреленной головой находят в кабинете. Спустя несколько дней после трагедии брат Надежды Павел получает письмо. Когда Надежда Сергеевна окончила с собой, она оставила письмо моему папе и маме, в котором она объясняла причины, по которым она это сделала. А причины были такие. Она сказала, что Сталин – двуликий Янус, что он переступит через всё на свете, в том числе через вас. Иосиф Сталин скрыл от света самоубийство матери. Сначала девочки сказали, что Надежда уехала на лечение в Германию. А чуть позже, на похоронах, объяснили, что мама умерла от аппендицита. Правду Светлана узнает лишь спустя годы. После самоубийства жены Сталин пытается вычеркнуть из памяти всё, что с ней связано. Он меняет квартиру, съезжает с дачи, где всё было обустроено Аллилуевой, увольняет прислугу. Теперь вместо неё – сотрудники НКВД. С детьми Сталин общается всё реже. Светлана в одночасье потеряла не только маму, но фактически лишилась и отца. Маленький воробушек и кремлёвская принцесса стала никому не нужна. Она рисла, я даже не сразу поняла, всё трагичное, что она сирота. Сирота без матерти, у шести лет. К десяти годам Светлана постепенно начинает понимать, что вокруг происходит что-то страшное. Всё чаще исчезают родственники и друзья семьи, к которым она была так привязана. Ей девочки иногда в школе передавали письма. Больше всего, что посадили отца, напрасно, он не виноват. Просили Сталина, чтобы он его освободил. Была такая иллюзия, знаете, что царь хороший, бояре виноват. Он ничего не знает. Он ей сказал, ты мне не носи этих писем, ты не почтальон. Но первое предупреждение Светлана не восприняла всерьёз. И снова поехала в Кремль к отцу. На этот раз просить за родственников. Была такая организация, Джойт, так называемая, которая, так сказать, была за то, чтобы Израиль был в Крыму и так далее. Вот. Ну и все. Кто-то это донёс и так далее. Ну и всех посадили. И Анну Сергеевну посадили, и Лилуилу. И Евгений Александровну, и Лилуилу посадили. После ареста родственниц, Сталин дал понять дочери, что её ждёт, если она придёт к нему с такой просьбой ещё раз. Она ходила к нему и говорила, за что тёток-то. Вот он ей тогда искал. Они много знали, много болтали. Это относилось и к маме, и к Анне Сергеевне. И действительно, он ей искал, Светлане, будешь адвокатствовать, я тебя тоже посажу. Но, несмотря на показное равнодушие, Сталин продолжает контролировать жизнь дочери. За Светланой следят специально приставленные люди. Идёт она, и рядом с ней идёт охранник из госбезопасности. И потом сидит в школе, ждёт, когда закончатся занятия, он вместе с ней идёт тоже обратно, значит, домой. Охранники докладывают вождю о каждом шаге дочери. И Сталину не нравится многое, начиная с одежды. Когда девчонкой, допустим, она там ходила в коротеньком платье, и там, допустим, он сказал, что такое, почему ты в таком коротком платье. И велел няню, что большая, она длинная. Она объясняла, папа так носит, так носит. Он говорит, что значит так носит? Ты девочка, ты должен... У него представления-то были другие. Её старшие братья, особенно Василий Сталин, не упускали случая лишний раз напомнить окружающим, чьи они дети. Школьный друг Светланы, Рэм Меркулов, вспоминает. Однажды Василий взял их со Светланой на аэродром. И Сталин, значит, ему говорит, значит, передайте вашему начальнику, чтобы сегодня никакие самолёты не поднимали воздух, поскольку, значит, я буду, значит, летать. А тот, значит, что-то огрызнулся, говорит, буду я ещё кому-то, значит, там докладывать. И, значит, тогда Сталин сказал, что Василий, значит, передайте своему командиру, что Василий Сталин, значит, арестовал вас на 15 суток гауптвахты. Светлана же была тихой. И напротив пыталась скрыть, что она дочь вождя. Мать известной телеведущей Елены Ханги, Лия, в то время дружила со Светланой. Она рассказывала, что при знакомстве дочь вождя всегда называла только имя, а фамилию Сталина произносила лишь в случае крайней необходимости. Она ходила там в школу, она бегала в кино, никогда в жизни не представлялась даже Сталиной. Даже при том, что они годами вместе ходили, мама не знала, чья она дочь. В 1941 году старший сын Сталина, Яков, попадает в плен. После этого известия Иосиф Виссарионович окончательно отдаляется от детей. Светлана предоставлена сама себе. Девушка начинает читать зарубежную прессу. Из американского журнала она узнает, как на самом деле умерла ее мать. И вдруг Светлана, вот уже в 10-м классе, она английский хорошо знала и читала, была из лайфа, узнала, что она, оказывается, покончила с собой. Это у нее очень тяжелое впечатление произвело. Сначала потрясение от смерти матери, затем отречение и полное равнодушие со стороны отца, когда-то обожавшего дочь. Следом аресты близких людей и жизнь под присмотром спецслужб. Все это происходило в начале 30-х. Но, возможно, именно тогда, после американской статьи, внутри нее по-настоящему что-то сломалось. Это очень сильное ощущение тревоги вызывает. И особенно, когда непонятно, почему это произошло. То есть получается, что мир очень небезопасное, такое небезопасное место, в котором нужно постоянно остерегаться, опасаться, быть на чеку. И доверять нельзя никому. То есть в любой момент это же может случиться и с тобой. Детские страхи во взрослой жизни обернулись для Светланы манией и преследования и постоянным желанием бежать. Сначала замуж, а потом бесконечно скитаться по миру. Но нашла ли она свое счастье? Освободилась ли от преследующих с детства кошмаров? Еще со школы Светлана любила ходить на танцы. И вот на одной из вечеринок произошла, возможно, важнейшая встреча в жизни дочери Сталина. Алексей Каплер, сорокалетний красавец-мужчина, известный в СССР писатель-сценарист. Он стал ухаживать за Светланой. Девушка не смогла устоять. Я думаю, это, знаете, тоже такая тоска со стороны Светланы в этом любви, тоска по отцовству. Понимаете? Он человек был намного старше ее, и человек достаточно умный, и талантливый, и эрудированный, и очень много знающий, и так далее. Очень мягкий человек. Понимаете? То, чего не хватало в жизни. Алексей Каплер открывает Светлане новый мир. Мир столичной богемы. Театры, кино, романтические прогулки по ночной Москве. А еще Каплер, наконец-то, объясняет дочери Сталина, что происходит в СССР. Как она сама и говорила, что человек, который внес в ее жизнь совершенно другой взгляд на все, что ее окружает. Были вещи, которых я не видела. Могла пройти мимо них, а он мне на них показал пальцем. Допустим. Понимаете? Какие-то книги. Я могу никогда к ним не обратиться. Но он сказал о них, принес их. Но за Светланой продолжают следить люди из НКВД. Она, как и раньше, живет, что называется, под колпаком. Был у нее такой телохранитель. Он был неплохой такой дядь, довольно симпатичный, Михаил Никитич. Да он не отступал от нее ни на секунду. Вот мы любили консерваторию. Он покупал билеты и садился сзади нас на следующем ряду. Он ненавидел особенно скрипку. Он говорит, опять идем дрова пилить. Однажды, из-за встречи с Алексеем, Светлана опаздывает на день рождения отца. Сталин в ярости. По его приказу Каплера вынуждают уехать из Москвы. Но когда в 43-м писатель возвращается в столицу, роман разгорается с новой силой. Светлана и Алексей Каплер часами гуляют по Москве. Он дарит ей цветы и читает стихи. А однажды предлагает Светлане уединиться. Влюбленные спешат на квартиру к Василию Сталину и быстро поднимаются по лестнице. Охранник пытается их догнать, но парочка уже в квартире и закрывает перед ним дверь. Расплата наступит на следующее утро. Вдруг Сталин явился. Состоялся резкий разговор, где Иосиф Васильевич употребил выражение, которое он обычно не употреблял. Он ее обложил как следует. И в подтверждение того, что он считает, что это для молодой девушки такое поведение безнравственное, он ее ударил. Он говорил, у него ступа. Посмотри на себя в зеркало. Кому ты нужна такая? Хотя она была очень хорошая во всех отношениях. Сталин ударил дочь по лицу, Светлану. И оскорблял ее, ругал, поносил. Вот поэтому она так и была угнетена. Думаю, может мне тоже пойти вслед за мамой. Вождь распоряжается наказать всех причастных к этой истории. В карцер на 10 суток посадят даже Василия Сталина за то, что познакомил Светлану с писателем. Самого Каплера обвиняют в шпионаже и высылают в Воркуту. Реабилитирован он будет уже после смерти отца народов. Тогда его арестовали. И Сталин, когда беседовал, скажем так, с Светланой, он сказал, твой Каплер английский шпион. Это доказано. Вот так далее, и так далее. Московский государственный университет. Светлана поступает сюда учиться на филолога. Но дает о себе знать психологическая травма после расставания с Каплером. На нервной почве девушка попадает в больницу и пропускает почти весь учебный год. На филфак Светлана уже не вернется. Когда она поделилась со своим отцом, он сказал, и что тебя тянет в эту богему? А надо вам пойти на исторический факультет МГУ. Вот там серьезное гуманитарное образование. Есть, правда, одна загвоздка. На исторический факультет МГУ приемные экзамены уже закончились. Но Светлана знает, что делать. Когда-то она скромничала, но не сейчас. И она пришла к декану исторического факультета. Это действительно так. И говорит, мне папа сказал, что-то у меня примут. Интересно, кто это? Такой ваш папа. Вот это было. Я представляю себе эту безумно смешную сцену, когда он узнал, кто такой папа у Светланы. Дочь Сталина тут же зачисляют на ИСТФАК без всяких экзаменов. В студенческие годы для Светланы начинается почти вольная жизнь. Ей удается невозможное уговорить отца снять охрану. Она свободно посещает лекции. Только она может безнаказанно пропускать занятия. Постепенно девушка входит во вкус. Ей нравится жить красиво. Наша даша находилась на берегу Москва-реки. И, значит, она любила покупаться. Ее привозили туда, на машине. И она говорила, что, значит, ее возят на каком-то старом форде, значит, а ты ездишь на такой, значит, шикарной машине. Рэм Меркулов рассказывает, однажды Светлане понравился его автомобиль. Она захотела себе такой же. Потом, так сказать, после того, как она где-то говорила о том, что Меркулов Рэм ездит на шикарной машине Татра, Сталину подарили через две недели точно такой же автомобиль, как у меня, только черного цвета. Ее двоюродный брат Александр Аллилуев вспоминает, в университете у Светланы было много поклонников. В те дни сестра часто брала его с собой в кино и на танцы. И каждый раз сестру сопровождал новый ухажер. Сталин недоволен поведением дочери. Причувствуя, что буря не за горами, в мае 44-го года Светлана решает остепениться. Но обида на отца еще сильна. На зло ему дочь выходит замуж за одноклассника брата Василия, Григория Морозова, еврея по национальности. Отцу не понравилось то, что Гриша не воевал. Он где-то там попробовал немножко повоевать, но был контужен и значит Сталин к этому очень негативно отнесся и сказал, вот некоторые воевали, но там стреляют. А твой значит вот отсиделся в милиции и не принял. Знаменитый дом на набережной. Именно здесь живут молодожены. Светлана пытается наладить отношения с отцом Иосифом Сталином. В его честь она называет своего первенца. Но это не поможет. А вскоре распадется и ее семья. Расставание Светланы переносит легко. Уже через месяц она встречает красавца Юрия Жданова и едва ли не сразу выходит за него замуж. На этот раз она выбирает супруга угодного Иосифу Сталину. Юра был между в общем тогда не какой-нибудь сопляк. Он был заведующим отделом науки ЦК партии. Это огромная должность. От Жданова у Светланы появляется дочь Катя. Но и этот союз продержится недолго. А с Юрой и Ждановым они были вообще разные люди совершенно. тот был весь в науке, был весь в очках, весь в своих прочих делах и так далее. Это скорее так впадан отцу был брак. Я так думаю. У Светланы Аллилуевой было пять браков и многочисленные романы. Но почему она так и не могла больше найти настоящую любовь? Психолог и журналист Елена Новомлинская досконально изучила биографию дочери Сталина. Она по-своему объясняет непостоянство Светланы. С одной стороны дочь неосознанно искала мужчину похожего на отца, взрослого и могущественного. С другой просто повторила модель семейного поведения Сталина. Это такой образец жизни отца, который дети переняли неосознанно, невольно переняли этот образец. И тоже по продолжительности эти связи Сталина, они были очень короткими. Его жена умерла в первых родах, брак продолжался всего полтора года, по-моему. Потом в ссылках истории тоже длились года по два, по три. И точно так же мы видим у Светланы каждый брак продолжается два-три года. Мать Светланы, Надежда Аллилуева, всю жизнь мечтала сбежать от мужа. Была даже попытка, правда, неудачная. Она уезжала в Ленинград. Вместе с детьми она уехала и потом вернулась обратно вместе с детьми, сочла, что лучше все-таки детям быть с отцом вместе. Это же стремление скрыться от тирана перешло и к Светлане. Сначала оно проявилось в многочисленных браках, а закончилось самым громким и серьезным побегом, побегом из СССР. В 1953 году вся страна оплакивает смерть вождя народов. Но вот для семьи Аллилуевых это как раз окончание самого мрачного периода в жизни. Из лагерей выпускают арестованных родственников. Все были арестованы, и Кира была в ссылке, и мать сидела. Мы думали, что они расстреляны вообще-то по-настоящему. И когда вдруг мать явилась 2 апреля 1954 года, для нас это было вообще открытие. Однако очень скоро семью настигает новый удар. 25 февраля 1956 года Никита Хрущев собирает 20-й съезд КПСС и публично развенчивает культ личности Сталина. Обнародуются факты репрессии и террора. После этого выступления Светлана больше не дочь великого вождя. Она дочь тирана и убийцы. Трагедия видеть, во что превращается страна. И трагедия знать, как относится к отцу, при том, что она была любящая дочь. И при этом она ненавидела монстра, который, как она считала, создал отец. Светлана и раньше без особой любви, носившая фамилию отца, окончательно от нее отрекается. Теперь она аллилуева, как мать. Живет довольно скромно, работает переводчицей в Институте мировой литературы. Но, как Светлана позже написала в своих воспоминаниях, убежать из тени отца ей так и не удалось. Это все-таки еще и главный тиран в нашей стране. Так что тут однозначно нельзя сказать, чтобы безусловно позитивный след оставляет в истории Ростова с этим человеком. В 1962 году при невыясненных обстоятельствах погибает брат Василий. Выдвигается несколько версий от пьяной драки до отравления алкоголем. У Светланы свое мнение. Она убеждена. Смертельную инъекцию Сталину-младшему сделала его вторая жена Мария по совместительству агент КГБ. Для Аллилуевой смерть брата тяжелый удар. Несколько месяцев она находится в подавленном состоянии и в конце концов попадает в больницу. Здесь происходит еще одна знаковая встреча в ее жизни. она знакомится с индейцем Братжешем Сингхом. и она такую фразу сказала я ее очень запомнил. Понимаешь он жалел меня. А это очень наверное для нее было очень сильное качество. потому что как бы мне приходило в голову подумать о том что просто может ее надо погладить по голове приласкать как цветочка девочка и так далее. Потому что ты дочь Сталина значит ты почти как Валькирия. Но Братжеш страдает серьезной болезнью легких и ему вредны морозные русские зимы. Он разболелся и умер в нее на руках и на руках ее детей. Светлана пишет письмо лично товарищу Брежневу. Она просит отпустить ее на похороны за границу. И Светлана Весна получила разрешение уехать. Он завещал чтобы его прах развеяли над Гангом и Светлана Весна естественно как она говорила я не имела никакого права не свести этот прах туда и не развеять его согласно и его просьбе. Политбюро разрешает покинуть СССР на 7 дней. И вот в декабре 1966 года Светлана приезжает в Индию. Дочь Сталина размещают в советском посольстве. Она видела немножко другую жизнь. Причем это Индия это же не Америка с высшим светом. это Индия страна как вы знаете с очень сложными кастовыми проблемами и так далее и так далее и тем временем она очень сильно все равно отличалась. Ощущение свободы было. Светлана наслаждается жизнью и под разными предлогами продлевает свое пребывание. Радамир Богданов работающий в Индии сотрудник советских органов госбезопасности первым высказывает подозрение с Элилуевой происходит что-то неладное. разведчик как бы случайно встречает женщину в кафе и незаметно выводит на откровенный разговор. Светлана проговаривается что готовит побег. С этого момента за ней установлена слежка но это не остановит дочь Сталина. 8 марта во время вечеринки в советском посольстве Светлана обращается к представителю Соединенных Штатов Америки. этот малый вот тут уже знаете тут американцы они умеют работать этот малый мгновенно созвонился с госдепом мгновенно принял решение мгновенно так сказать отправил ее на арену и мгновенно она уже летела пока там чухались в этом самой посольке похмелялись так сказать 9 числа Светлана уже летела. В Москве о побеге Светланы Сталиной Аллилуевой узнают через сутки в Кремле тут же собирают экстренное совещание Политбюро Леонид Брежнев понимает дочь Сталина в руках западной агентуры это бомба против Советского Союза глава КГБ Владимир Семичастный снят с должности начинается серьезное расследование больше всех потрясен сын Иосиф он ждал маму на свадьбу а вместо этого оказался на Лубянке трагедия семейная такая трагедия бросила мать детей так и трактовалось это Брежнев опасался не зря в США Светлана публикует книгу 20 писем другу женщина беспощадно критикует советский строй рассказывает в шокирующих подробностях о тайной жизни Кремля нелестно отзывается об отце мой отец моральный монстр а КГБ второе гестапо из книги Светлана Аллилуевой 20 писем другом советское руководство пытается смягчить последствия от публикации книги Аллилуевой резиденты за рубежом распространяют слухи о том что Светлана написала свои разоблачения под диктовку ЦРУ в ГДР издается другой вариант скандальной книги но слишком поздно просто говорит я сбежала от КГБ все вот единственное что она говорила я сбежала от КГБ вот если бы вы были на моем месте вы бы как поступили я говорю я бы тоже сбежала но вскоре волна общественного интереса Каллилуевой на западе спадает и лишь иногда ей напоминают кто она такая дочь тирана когда она пришла в церковь в уже Америке это было в Нью-Йорке и разнесся слушая дочь Сталина ей сказали что если она не выйдет то все выйдут они не хотят дочь Сталина подсознательно Светлана видит только один выход снова бежать сначала она выходит замуж за известного американского архитектора Уильяма Питерса ей кажется он сможет ее защитить но надежды на твердое мужское плечо и счастливую семейную жизнь снова рушатся он был архитектором у него было небольшое бюро и как Сталина говорила у него какие-то проблемы были созданы и его долги приходилось ей расплачивать брак не спасает даже рождение дочери Ольги в 1972 году Светлана разводится с Питерсом и снова уезжает в 1984 году после долгих странствий Светлана решает возвратиться в СССР когда пришла в посольство она вернулась через Англию когда она приехала в английское посольство и написала заявление что хочу вернуться как она сказала там чуть с ума не посходили ты столько лет живешь за рубежом и вдруг решила возвращаться но я как-то твердо решила вернуться новое советское руководство прощает Светлане Аллилуевой все прежние прегрешения восстанавливают советское гражданство дают комфортную казенную квартиру в Москве личного шофера хорошее денежное содержание но жизнь в столице все равно не складывается вот она мне как-то сказала ты знаешь я хожу по Москве и всюду кресты 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 у меня такое ощущение крестов таких я говорю что ты имеешь ввиду она говорит никого нет никого нет почти никого нет с кем была как-то близка по духу остались дети брошенные когда-то в СССР дочь Екатерина в это время работает в НИИ на Камчатке но ее ответ на предложение встретиться не порадует Светлану она написала в письме ты мне не мать я тебе не дочь ответ был такой сын Иосиф живет в Москве он настроен не так жестко и приглашает Светлану в гости но мать и сын так и не нашли общего языка мне кажется это была достаточно формальная какая-то встреча немного вынуждена и как-то они без сожаления расстались потерпев полная фиаско с детьми Светлана снова бежит на сей раз в Грузию я уже верну на родину я говорит приехала в Москву вокруг оглянулась и сказала это большая деревня не для меня села самолет и прилетела в Грузию и сказала слава богу я дома я на родине в Южной Республике многие пострадали от репрессии но даже после смерти Сталина к нему относятся с большим уважением в аэропорту Светлану Аллилуеву лично встречает первый секретарь компартии Грузии Джунбер Патиашвили и она была своеобразная и женственность присутствовала но строгость то есть она отличалась чувствовала что в разговоре она всегда проверяла себя что она сказала в Грузии дочь Сталина принимают по высшему разряду ей выделяют апартаменты в самом центре Тбилиси в знаменитом доме ЦК где до сих пор живут только прославленные спортсмены и партийные деятели республики теперь в квартире музей сотрудники ничего не тронули вся обстановка та же что была и при Светлане мы обставили ей квартиру но там все было грузинское абсолютно все было грузинское как и ее отец она не любила спать на кровати то есть отец спал на тахте насколько нам известно естественно мы приобрели и для нее и для Оленьки так то и она лежала на этой тазе но Светлана выдержала в Грузии лишь два года заслуженная артистка Грузии Лейла Сикмашвили тогда учила музыки дочь Аллилуевой Олю и очень подружилась с семьей женщина вспоминает однажды в порыве откровенности Светлана ей призналась что устала от Грузии и снова хочет в Америку она сказала мне говорит вот тут сидит ваш коммунистический режим я говорю а когда вы сюда ездили вы что думали тут капиталистическая страна ну я думала говорит будет по-другому но меня здесь не поняли Светлана снова готовит побег в уже привычной манере идет на хитрость Джумбер Патяашвили хорошо запомнил свой последний разговор с дочерью Сталина я не допрашиваю но я хочу узнать она хочет уехать или нет из страны из Советского Союза она говорит что нет я вот сберегательную книжку знаю своим соседям и даже ключ оставляю и без всякого я выезжаю в Москву но из Москвы она уже не вернется Светлана просит Михаила Горбачева отпустить ее обратно в Америку генсек не возражает в день ее отлета советские спецслужбы перекрывают Шереметьево привезли ее в Шереметьево напряжающая обстановка это депутатский зал эти КГБшники и тем не менее а Светлана хоть бы что она нам говорит ребята все давайте попрощаемся ее второе пришествие в Америку сплошное разочарование в этой стране к ней уже потеряли интерес дочь Сталина привыкшая к славе в растерянности и она снова не знает куда податься Светлана туда уехала и к Ганову но до нас доходят фотографии что она в Англии что она живет там в пансионате какое-то время она живет в католическом монастыре в Швейцарии не обретя покоя в Божьей обители она едет к дочери в Соединенные Штаты Америки но у Ольги своя семья и дочь устраивает Светлану в дом престарелых это такое одиночество не было у нее там ни близких друзей не было там ни церкви она же крестилась еще до меня не было вообще ни кино ни театра вообще ничего у нее даже не было телевизора но она говорила что что ей хорошо потому что она знает что все идет так как угодно Богу и что ему угодно чтобы она жила в бедности 22 ноября 2011 года Светлана Аллилуева умирает никого из родных не было рядом поэтому о смерти дочери Сталина общественность узнала только несколько недель спустя и она просила когда она умрет на ее надгробе написать не писать кто она ничего а просто написать Лана Питерс в воспоминаниях интервью в последние годы своей жизни Светлана Аллилуева не раз признавалась что вся ее жизнь по сути была бегством сначала от тирании отца а затем от его дурной славы поэтому она отреклась от своего имени Советского Союза и даже перестала разговаривать на родном языке знаете вот есть роман трудно быть богом да трудно быть дочкой Сталина в Советском Союзе и всегда и везде Светлана написала в одной из своих книг я везде ощущала себя узницей даже после смерти Сталина скрывшись на другом краю земли Светлана Аллилуева так и не почувствовала себя свободной с детства она привыкла подчиняться жестокой воле отца а когда его не стало растерялась и не смогла победить в себе внутреннего раба скитаясь по миру она так и не нашла своего места нигде и ни с кем так и не обрела счастье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok